Отлично, хорошо, я прошу прощения, повторяю, потому что здесь иногда что-нибудь падает, а в основном у меня иногда еще и наушник отрубается. А скажите еще что-нибудь, кто-нибудь? Вы нас слышите? Так, я вас... Так, вы меня сейчас слышите, да? Да. Да. О, все, отлично, все, замечательно. Так, ну, значит, всем привет. Привет, мне, ну, в прошлый раз мы с вами... А, ну, в прошлый раз у нас как раз было интересно, да, коллоквиум был. Вот, сейчас, за неделю до этого вы писали... Сейчас я уберу, тут ничего не надо. Вот, вы писали рубежное тестирование, параллельно у вас была лекция, насколько я помню, где Михаил Викторович вам что-то начал рассказывать про афинное пространство. Я прав? Да, а конспекты будут по твоей лекции? Будут, да, я их немножко подправлю, потому что есть... Нет, вопросов... В смысле, эти конспекты есть, и Михаил Викторович, собственно, когда читал, он у меня спрашивал, что именно читать, поэтому, как бы, они есть. Я почему-то думал, что он выкладывал. Вот, ну, нет, значит, я выложу. Вот, никаких проблем нету. Я их немножко проинспектирую, я вот тут себе зафиксировал, потому что несколько неточностей увидел. Вот, значит, на чем мы остановились? Кажется, плоскости вы прошли, да? То есть афинные плоскости вы прошли. Так, кто-нибудь что-нибудь помнит, что было? Ну, там были точки, вектора, какая-то лема или теорема. Эти, аксиомы. Аксиомы афинного пространства. Про афинную оболочку говорили? Мы не помним. Ага, ясно. Вроде нет, последнее, что у нас было, это про то, что через К плюс одну точку проходит плоскость размера, размерности. Ага, все, все, я понял, да, отлично, хорошо. Ну, тогда отсюда начнем. Значит, давайте пунктик сделаем, наверное, да. Пункт, там, не знаю, ну, пускай будет третий какой-нибудь, потому что, ну, поэтому. Значит, афинная плоскость. Афинная плоскость. Афинная плоскость. Напомню, значит, еще, значит, афинное пространство, напомню, что такое. Значит, это у меня афинное пространство, это тройка, в которую входит множество, да, в которую входит векторное пространство над некоторым полем и отображение, которое может сопоставлять, которая, собственно, определяет действие на точку нашего множества s, сопоставляет точки и вектору, там, к какому-нибудь v, сопоставляет некую новую точку q. И этот вектор мы называем pq, просто чтобы не множить сущности. Вот, собственно, такая конструкция у нас возникает. Это у нас афинное пространство. Ну, там аксиомы есть у афинного пространства, в основном касающиеся того, значит, в основном касающиеся того, как взаимосвязаны между собой s и vk. То есть, по сути, как действует vk на s. Вот, значит, напомню, что плоскостью в афинном пространстве, значит, плоскость, значит, плоскость в афинном пространстве, значит, это следующее множество, это множество, которое имеет вот такой вид. Значит, ну, обычно я его p называю. Значит, это множество p, значит, множество точек, которые строятся вот таким образом. Давайте у назовем, где у есть подмножество, ну, то есть, точка p, она принадлежит s, а u является подмножеством векторного пространства vk. Ну, не подмножеством, а подпространством. Вот, вот эта плоскость. Ну, то есть, по сути, это просто берем, значит, если рассматривать примеры, то вот давайте возьмем, например, какие у нас могут быть. Ну, давайте рассмотрим какие-нибудь, ну, там, например, если размерность u, размерность u равна 1, тогда мы тут же получаем, берем точку, берем, значит, p, наберем направляющий вектор куда-то смотрящий и добавляем к этой точке все векторы, которые пропорциональны этому вектору u, да, ну, и получается, там, это вот вектор u, который со стрелочкой уже, он, значит, вектор u со стрелочкой живет в пространстве u. Вот, значит, получается прямая, да, ну, соответственно, называется афинная прямая эта штука, значит, афинная прямая, афинная прямая. То же самое можно для размерности 2, значит, если у нас размерность u равна 2, ну, здесь у нас тогда что? Тогда у нас, вообще говоря, 2 вектора, да, возникает, и мы от точки теперь будем откладывать, от точки теперь будем откладывать 2 вектора, ну, и на самом деле все, что получается, да, да, 2 линей независимых вектора, конечно, потому что размерность, да, у нас, то есть, ну, скажем, там, обычно там а или б, ну, и все точки, которые у нас получаются, естественно, будут образовывать некую плоскость двумерную, то, что мы называем двумерной плоскостью, ну, и, соответственно, будет теперь а и б, а и б у нас снова лежат в этом самом пространстве u, и это у нас афинная плоскость. Афинная плоскость. Вот. Ну, понятно, что все называется афинными плоскостями, но если говорят, что там двумерно афинные, ну, или просто имеется в виду все-таки, когда афинная плоскость, то, говорят, имеют в виду именно плоскость вот в таком варианте, хотя все остальное там обычно k-плоскостями называют, в том смысле, что k-мерными, да, то есть k-мерная плоскость – это она. Вот. Хорошо. Давайте, давайте двигаемся дальше немножко. И, ну, если мы векторизацию проведем, то понятно будет, да, что в случае, значит, если мы векторизацию проводим, то у нас в первом случае получается уравнение прямой вот такого вида, да, значит, после векторизации. Векторизации. Значит, векторизацию, напомню, это когда мы берем и строим изоморфизм между s и v от k, между множеством s и v от k, когда берем, выбираем некоторую точку, да, то есть каждой точке мы сопоставляем вектор, который торчит из некоторой выбранной точки в нашу точку, да, и вот этот, вот мы, то есть мы берем p и сопоставляем ему op, да, вот такая штука. Вот это называется векторизацией. Вот, ну, и можно показать, что, значит, это изоморфизм для каждого, для каждого, для каждого пространства, да, то есть мы его векторизуем. Вот, ну, и тогда что у нас здесь получается? Ну, если мы, скажем, берем точку какую-нибудь, определенно там обычно p0 пишут, чтобы у вас оставалось, значит, дальше направляющий вектор какой-то s, да, да, ну, собственно, который входит в линейную оболочку, ну, то есть который образует линейную оболочку и подпространство, которое является направляющим здесь, да, ну, и тогда у нас получается, что произвольная точка здесь напрямой, так, давайте куда-нибудь сюда я нарисую, вот она, она будет, значит, и это вычисляется из очень простого векторного равенства, значит, вот это r с ноликом, да, это точка r, произвольная точка p, и здесь у нас есть s, который направляющий вектор, да, ну, и векторное равенство, которое у нас получается r, есть r с ноликом плюс s на t, вот, и это параметрическое уравнение, векторизованное параметрическое уравнение афиной прямой, это афина прямая в любом пространстве, то есть мы потом будем получать еще и для, там, будем получать и для, там, плоскости, и для трехмерного пространства, это вообще для любого. Аналогичным же образом можно строить плоскости, да, здесь то же самое, значит, аналогично для плоскости, аналогично для плоскости, для плоскости, ну, только здесь у вас уже будет r, да, есть r с ноликом, и плюс есть еще линейная комбинация, да, линейная комбинация векторов а и b, да, то есть, почему, потому что у нас, ну, теперь любая точка здесь, это вектор, который раскладывается в линейную комбинацию а и b. вот, хорошо, значит, вот такое у нас с вами есть. Теперь, теперь, поехали дальше. Так, здесь все понятно? Там самое нижнее уравнение для плоскости, там написано? Да, это параметрическое уравнение плоскости. То есть вектор сложить со всеми линейными комбинациями базиса? Да, да, да. Причем, заметьте, ну, в смысле, ну, да, чтобы получить любой, ну, здесь что такое? Что вот это такое? Это я, по сути, описал все множество, да, то есть все точки, все точки афинного и в нашей плоскости описал, просто вот способ их получить. Берете t, а, ну, здесь прямую, а здесь плоскость, да, то есть берете альфа и бета произвольные и подставляете t, получаете точку, все. Вот, ребят, здесь есть один важный момент. И вот здесь я прошу, так сказать, его понимать и любить. Я не знаю, говорил ли Михаил Викторович про это, но вот я на это очень люблю внимание обращать. Значит, у нас есть в целом, да, вот векторы у нас были всегда в физике там и в математике. Они были, ну, как-то немножко отличались друг от друга, да, то есть в математике мы имели дело, как правило, там с упорядоченными двойками и тройками, да, и работали там с ними. Ну, был вектор, да, тремя координатами задавался, разностями их координат, там, так далее, тому подобное, все хорошо. Вот, и была физика, в которой векторы были, имели точку приложения. Ну, вы попробуйте какой-нибудь баланс сил там, да, в механике, например, там, на механическую задачку расписать и расставляя силы в произвольном образом, там, где угодно. Ну, сомневаюсь, что там что-то, кроме неудовлетворительной оценки, получили бы. Вот, и как бы получается такая немножко, ну, дихотомия в голове, что ли, да, которая говорит вот о чем, что вот как бы, ну, а вообще что, это разные векторы, что ли, вот где они живут, почему они. И вот здесь как раз она, вот здесь как бы ее исток. Обратите внимание, у вас как бы здесь есть два типа векторов. Вот если вот сюда посмотреть буквально, да, на самом деле здесь хоть и есть векторы, но они разные. Обратите сюда, вот смотрите, векторы R и R с ноликом, они были занесены сюда. Ну, то есть это как бы пришельцы в ВК, потому что они просто, они стали результатом векторизации. Это не настоящие векторы. Это векторы, которые прицеплены, прицеплены к точке О. Исходно. Мы должны знать точку О, чтобы R и R с ноликом определить. Совсем другое дело вектор S. Ему пофигу. Он живет исходно, он, так сказать, он живет сразу в ВК, да, в нашем векторном пространстве. И является, так называемым, свободным вектором. То есть он просто, он исходно там жил. Ему там, это все остальные понаехали. Да, а вот S тут уже жил исходно. Вот. И вот эта разница между ними такая существенная. То есть S это такой для нас математический вектор, алгебраический. Да, то есть он исходно, он как бы объект линейного пространства. Это все, там класс эквивалентности, там все, мы это все знаем, любим, и так далее. Вот. А вот если на R и R с ноликом они не такие. У вас уберите точку О, и они поменяются. То есть вектор U от этого вообще не поменяется. Ему пофигу на эту точку О, и он там как висел, так и будет висеть в этом пространстве. А вот R и R с ноликом нет. Вот. Ну и, соответственно, значит, вот это вот откуда приходит? Как раз вот из векторизации. То есть R и R с ноликом связаны с системой координат, а U не связан. Точнее, вот здесь будет правильная на самом деле аналогия, что существует не то, что аналогия, а интуиция, что U, он связан с какой-то другой системой координат. И это правильная будет аналогия. Потому что у вас, как сказать, вот картинка, да, получается, вот, значит, вот у меня такая вот картинка, которая на, значит, вот точка О есть, есть точка П, да. И из нее, из этой точки П, вот по физике, да, было бы, из нее торчит там какой-то вектор О. Так вот, вот этот, вот, значит, вот этот вот радиус вектор точки П, R с ноликом, ну, там, P с ноликом, пускай будет, да, значит, вот этот радиус вектора точки П, он показывает, он находится в системе координат точки О. Да, ну, мы там, мы сейчас, мы сейчас это обсудим еще на самом деле. Вот. А вот вектор О, он принадлежит какой-то другой системе координат, явно не к О, не к точке О, потому что к точке О он никакого отношения не имеет вообще. Да, он, как бы, он может перемещаться, но сейчас для меня интересно, что он там вот пришит к точке П. Ну, хорошо, пускай будет пришит. Но у него какая-то внутренняя система координат есть в точке П внутри, как бы. И это, на самом деле, за этим стоит большая-большая, ну-ка, про касательное пространство, про слоение там и так далее. Это вот туда. Вот, ну ладно. То есть вот это хочется, чтобы вы понимали, да, то есть откуда берутся. То есть тут вообще два разных типа векторов есть. Одни образы, да, приехали, а вторые аборигены, которые там живут исходно. Вот. Ладно, едем дальше. Ну, я вам не буду доказывать, то есть если вы остановились на той теореме замечательной про сколько там можно провести через К плюс один точек плоскостей, ну, напомню, что там достаточно тривиальное утверждение, что если у вас К плюс одна точка есть, то вы можете провести там плоскость в размерности не выше К, да. И там получается одно из двух. Либо, если, если получается, если возникает плоскость ровно размерности К, сейчас, как же там, сейчас минуту. Значит, значит, все, что… Сейчас, сейчас, из головы сейчас соображу. Значит, а, да. И если они как бы не схлопываются в плоскости меньшей размерности, то плоскость, которая через них может быть проведена от размерности К, она единственна. Ну, и здесь тоже… Я здесь просто пример приведу с учетом того, что у вас это уже написано. Ну, примеры, да, такие. Вот две точки. Через них можно провести плоскость размерности 1, да, потому что 0,1. Вот. Ну, и понятно, что это будет прямая. И она единственная. Через две точки можно провести единственную прямую, да. А, с другой стороны, если они схлопываются в подпространство размерности 0, то тут уже этих прямых можете наградить до черта, да. То есть через них можете провести огромное количество. Ну, и аналогично с ситуацией с тремя точками, да. Если они не лежат на одной прямой, то мы имеем… Значит, если они не лежат на одной прямой, то мы имеем вот такую конструкцию, да. И, значит, это плоскость. Она единственная, понятно, что через три точки можно провести единственную плоскость. Вот. Но если как только они встали на одну прямую, как только они встали на одну, то тут уже этих плоскостей можете наградить сколько угодно, да. Но как только они сели на одну общую прямую. Вот. Собственно, об этом теорема. Там она, значит, нефиг делать, там ее рассказывать. Значит, доказывать. Вот. Значит, так. Хорошо. Вот на этом примерно вы должны были остановиться, да. То есть вот здесь где-то остановились. Здесь вот на этот момент все понятно? Отлично, хорошо. Давайте теперь введем такую удобную для нас вещь. В будущем будем ее, значит, в будущем будем пользоваться. Очень удобная. Значит, понятие. Вот у нас с вами было понятие линейной оболочки. Как способа построения линейного пространства. Да. Ну, я напомню, что, значит, замечание, да. А давайте пункт напишем, пункт 4, афинная оболочка. Афинная оболочка. Афинная оболочка. Значит, что это за штука такая? Давайте возьмем, давайте возьмем, ну, скажем, вот, как, значит, пусть у нас есть линейное пространство, напомню, да, как строится линейная оболочка. Значит, берем, значит, x от k, линейное пространство над k, над k. И если я хочу построить линейную оболочку, спан, а, да, сейчас, пусть у меня тут x1, x2, там, x, там, m принадлежит этому x от k, набор там, набор любой, да. Тогда я могу, значит, построить, могу рассмотреть линейную оболочку, натянутую на вот эти векторы. Ну, что это такое? Это множество просто линейных комбинаций и от единицы до m, там, какой-нибудь xi на x, да, где, да и все вроде, да, так, так. А спан это что такое? А мы что, не это, я вам не вводил, да? Ну, спан это как раз линейная оболочка. А, хорошо. Это как раз линейная оболочка, то есть это обозначение для, то есть, ну, в английской литературе это спан. У нас пишут или ло, или там, у меня, по-моему, в конспекте там, альфа какая-то там дурацкая. В общем, что-нибудь, что-нибудь, да. Вот, значит, ну, и xi принадлежит, да, значит, множество всех таких, да, где xi принадлежат x, да. Ну, вот, в общем, для xi этого набора, да. То есть, все, как там писали-то, значит, это всевозможные линейные комбинации, где xi принадлежат k, да, а xi принадлежат x. Вот, значит, это линейная оболочка. И это хороший способ был построить линейное пространство. Как? Берем, берем векторы, стряпаем из них линейные комбинации всевозможные, которые только можно себе представить. И на выходе имеем, на выходе имеем линейную, на выходе имеем линейную оболочку. Векторное пространство имеем. Вот, как строится афинная оболочка? Ну, у нас теперь в афинном пространстве у нас главные, как бы главные действующие лица – это точки, да. Соответственно, у меня есть, пусть у меня теперь есть набор точек. Пусть у меня, так, значит, теперь рассматриваем афинное пространство. А на 2, а афинное, афинное, вот, и пусть у меня есть точки, п, значит, и, ты, и от нуля. Ну, от нуля тут просто чаще всего удобно от нуля, чтобы их было к плюс 1, короче. Значит, до m, значит, точки, точки, вообще любые, вообще любые. И пусть, значит, давайте множество этих точек назовем… А, ну, хотя давайте так и сделаем. Так вот, тогда, как строится афинная оболочка? То есть, как я уже сказал, по аналогии с линейной оболочкой, это будет… По аналогии с тем, что линейная оболочка – это линейное пространство, афинная оболочка – это будет афинное пространство. И это я вам предложу доказать самостоятельно. Вот, но сначала я сформулирую, что же это за фигня такая. Значит, берем… Пишется это так. Значит, аф… Аф… Ну, афинизация. Теперь берем вот эти все точки. Пишем P0, P1, P, M, T. Значит, и это такое множество. Берем любую точку. Я возьму P0 просто потому, что, ребят, потому что так принято. Вот. Можете взять какую-нибудь другую. Значит, берем P0. И добавляем к ней линейную оболочку, натянутую на все векторы, которые получаются путем соединения точки P0 со всеми остальными точками. То есть буквально вот так. От 1 до M. Вот и все. Вот эта вот штуковина называется афинной оболочкой системы точек. Ну, на самом деле, вы можете взять и произвольное множество. Никто не мешает вам взять не обязательно конечное число точек. Можете взять и какой-нибудь, не знаю, на плоскости квадрат можете взять. На прямой можете взять кусок, отрезок можете взять. Ничего страшного не будет. Сейчас покажу. Ну, здесь понятно, что будет все равно. Значит, так. Примеры. Что-то пример афинных оболочек. Но давайте сразу возьмем пример. Скажем, афинная оболочка от двух точек. P0, P1. Что получается? Ну, очень просто. Берем точку. Берем вторую точку. P0, P1. Говорят, возьмите, значит, P0 и отложите от нее все векторы. Точнее, все векторы, которые лежат в подпространстве, натянутом на вот эти вот векторы. Но у меня здесь он один только. Значит, вот такой вектор. Ну, а я теперь его и говорю, так как на этот вектор натянута подпространство, то есть линейная оболочка, то и получается наша прямая. Да? Все. Никаких проблем. Аналогично. Аналогично. Ну, давайте здесь напишу P0, P1. Вот оно. Ну, здесь других и нет. А вся эта штука, это добавление просто вектора всей линейной оболочки к ней. Вот. Ничего не меняется принципиально, ребят. Если вы возьмете отрезок. А афинная оболочка из одной точки, это есть эта точка? Да, эта точка одна просто будет. Ну, просто там нулевой вектор только сидит. Да? По этому, по всем. Если вы возьмете отрезок целый, просто берете целый отрезок, то есть из той же точки. Да, формально ничего не меняется. Ну, что? У вас здесь все векторы, которые смотрят из P0 в P1 или из P1 в P0, куда хотите. Они все линейно-зависимые. То есть там один только вектор живой. Вот. Ну и все. Точно так же проводите. Поэтому афинная оболочка всякого отрезка, всякой куска линии, куска прямой, это будет снова прямая. Это просто возможность взять и раздуть. Ну, по сути, нам хватает двух точек. Да? То есть это минимально. Вот. Значит, это первое. Теперь второе. Значит, ну давайте возьмем то же самое с афинизацией трех точек. P0, P1 и P2. Вот. Ну, здесь такая же штука. Здесь у нас есть три точки уже. Да? Значит, P0, P1 и P2. То, что так же их соединить можем. P0 с P1, P0 с P2. Ну, двумерная. Ну, в лучшем случае двумерная. То есть как бы потому что P0, P1 и P2 могут лежать напрямую. И тогда все. Привет. Но рассматриваем нетривиальность в случае. Ну и тогда получаем, понятно, всю плоскость. То есть вот просто как бы это способ сгенерировать множество при помощи некоторых образующих его элементов. Вот. Так. Как же это называется у нас? Это мы назовем. Мы это назовем. Ну, ладно. Никак не назовем. Так и будет. Вот. Ну, а дальше можете продолжить до упора. И, значит, получить там все возможные, какие нравятся. Вот. Значит, это что касается объектов афинного пространства. В принципе, других нет. Мы других нет. Ну, здесь больше ничего и получится не может. Заметьте, у вас способов получить нечто новое по отношению к тому, что мы ввели, так сказать, нет. Потому что, ну, берете к точкам, прибавляете векторы. По сути, линейные объекты. Ну, у вас линейные объекты и возникают. Ничего другого. Вот. Значит, это что касалось объектов. Ну, на практиках вы посмотрите, я, так сказать, задание ассистентам выдам. На практиках вы посмотрите, как, ну, задачки решать там на пересечении. Ну, в смысле, вообще на взаимное расположение. Я сейчас немного, некоторое время потрачу на то, чтобы с вами обсудить основные пункты. А именно, значит, просто в общем виде это все дело. Ну, а более подробно уже на практиках посмотрите, потому что, ну, там не такие задачи, чтобы на них, на теории, время тратить. То есть лучше поболтать на всякие душеспасительные темы, биоцентрическая комбинация там и прочее. Значит, итак, пункт пятый. Пункт пятый. Взаимное расположение. Значит, взаимное расположение. Взаимное расположение. Расположение, ну, плоскостей давайте. Ну, имеется в виду, конечно, под плоскостью в данном случае принимается все, что угодно. Значит, итак, давайте возьмем… Значит, так, у нас есть афинное пространство А, которое есть С, В, ну, я так напоминаю, Ж, но Ж, но Ж, я могу игнорировать. Ну, в смысле, Ж, оно там на подпространствах, оно, понятно, там такое же сужение просто. Поэтому дальше писать не очень буду. Значит, пускай у него есть два афинных подпространства, две афинных плоскости. Значит, соответственно, п1, которая, пускай у меня порождается, п1 от, ну, давайте, значит, там В от У1. Да, то есть У1 – это я здесь, ну, наподобие того, как я пишу, здесь будет А от В, да, А от В обычно пишу. Здесь п1 от У1 – это буквально то же самое. И п2. П2 от У2 – это, значит, две плоскости. У1 и У2, безусловно, являются подпространствами В от К. Вот, и, собственно, вот есть два объекта. Вопрос, что мы можем про них сказать? Ну, соответственно, они могут априорно, да, то есть, что мы про них можем сказать? Ну, во-первых, они могут или совпадать, или быть параллельными, или скрещиваться. Да, ну, то есть, других вариантов как-то особо нет, стоп. Они могут пересекаться, они могут быть параллельными, ну, а, соответственно, если они параллельные пересекаются, то они совпадают вот так, да. И они могут скрещиваться. Да, ну, все три, значит, три, значит, возможности у нас есть, да, возможности. Возможности, значит, первое, они пересекаются, пересекаются. Вторая возможность, они параллельны. Параллельны. И третья возможность, они скрещиваются. Скрещиваются. Все, других, кажется, нету. Давайте для каждого из них напишем, что есть что. Ну, наверное, давайте с пересечением начнем. Или, наверное, сейчас подумать надо. Ну да, давайте с пересечения начнем. Значит, я утверждаю, значит, давайте сделаем вот как. Значит, пусть у меня, пусть у меня P1, P1, это, понятно, P1 точка плюс U1. Ну, я просто хочу, мне нужны какие-то точки среди них получить, да, то есть я хочу. Значит, P2, это будет, пускай у меня P2 плюс U2. Ну, то есть P1 и P2 это те точки, через которые соответствующие плоскости проходят. Вот. Вот я утверждаю, что плоскости P1 и P2 будут пересекаться. Плоскости, опять же, ребят, под плоскостями это и прямая и так далее. То есть прямая с плоскостью будет пересекаться. Две плоскости пересекаются. Две прямые пересекаются. Вот. Независимо от размерности пространства. Так вот, если условие пересечения, там такое, P1, P2, вектор, соединяющий точки P1 и P2, должен принадлежать сумме пространства U1 и U2 линейных. Вот если он принадлежит сумме пространства, то и все хорошо. Давайте это попробуем доказать. Давайте попробуем доказать. Ну, я здесь вот сюда впишу, вы можете, типа, это куда-нибудь в другое место ниже. Что значит пересекаются? Значит, существует точка, да, которая, ну, там, или точки, да, значит, такие, что, значит, они принадлежат и одному вектору, и одному, и одной плоскости другой. Это значит, что существуют, значит, существуют точки, ну, там, например, существует точка Q, да, такая, такая, что Q принадлежит и P1, и P2, ну, пересечению P1 и P2, ну, то есть и P2, да. Это значит, что, отсюда значит, что существуют векторы U1 и U2. U1 принадлежит U1, U2 принадлежит U2. Такие, что P1 плюс U1, вектор, равно P2 плюс U2. Угу, так, чудно. Ну, а дальше, дальше я знаю такую штуку, что, значит, P1 равно, ну, я перенесу просто, да, P2 плюс U2 минус U1, да, по определению вот эта штука, ну, я имею право здесь скобочки поставить по той причине, что у нас там есть аксиомы Веля, вот, это значит, что вот этот вектор, вот этот вектор, да, U2 минус U1, он, собственно, задает вектор, ну, это и есть вектор P1, P2. Ну, а теперь просто вспоминаем определение суммы двух пространств. Суммой двух пространств называется множество, состоящее из векторов, в котором каждый вектор, сейчас, множество, состоящее из векторов, в котором каждый вектор представляется в виде линейной комбинации векторов из, соответственно, U1 и U2. Да? Ну, так это оно и есть, да. Вы сейчас представили вектор как сумму P1, P2. И так должно быть. Да? Ну, отсюда все. Значит, отсюда доказали. А U2 минус U1 не будет? P2, P1, а не P1, P2. Ну, слушайте, там... Сейчас сообразим. Ну, кажется, что P1, P2. Ну, смотрите, V, то есть, если это какой-то вектор, то... Не-не, вроде P1, P2. То есть, мы из точки P1 попадаем в точку P2. А, кажется, нет. Кажется, все нормально так. Там же к точке P2 прибавляется тот вектор, и мы оказываемся... Мы из точки P2 прибавляем вектор. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все, я понял, да. Конечно, давайте P2, P1. Ну, в принципе, пофигу, понятно. Да, все понимают. Вот, что тут можно и... Окей, хорошо. Едем дальше. Теперь, ну, оставшиеся два случая не так, чтобы выше совсем. Значит, параллельно они когда. Ну, когда у вас, наверное, P1... Значит, U1 либо является подмножеством U2. Да? Да? Либо U2 является... Ну, не подмножством, а подпространством U1. Ну, либо одно, либо другое. Симметричная ситуация, пожалуйста. Да? То есть, если у вас в линейном подпространстве U2 лежат все векторы U1, это значит, что ваши, значит, афинные объекты, они либо совпадать будут, либо будут параллельны. Ну, а, значит, соответственно, это параллельность. Вот. И, да, кстати, вот здесь можно разделить. Смотрите. Вот это хорошо видно на примере... Хорошо видно на примере двух... Да, даже двух прямых. Значит, смотрите. Если у меня есть... Как отличить теперь две ситуации? Значит, у меня есть две ситуации. Одна это скрещивание... Извините, параллельность именно. Параллельность, а вторая это совпадение. Совпадение. Смотрите, если у меня есть точка здесь и точка здесь, то в случае, когда у меня имеет место быть параллельность, вот этот вектор, он не принадлежит нашему подпространству. Да, то есть в случае параллельности у нас P1, P2 не принадлежит... Ну, там, соответственно, ни U1, ни U2. Да, то есть не принадлежит... Ну, наибольшему из, да? Наибольшему из, поэтому U1, там, или в скобках U2. То есть никакому из он принадлежать не будет. То есть нарисуйте с плоскостью, то же самое ситуация возникает. И, наконец, совпадает, если принадлежит. То есть если теперь прямые две совпадают, вот я здесь нарисую жирную, значит, тогда у вас обе точки, и, соединяя их, получаете вектор, лежащий в подпространстве. Вот, соответственно, вот вам разделение возможностей. Так, только здесь сейчас параллельный не принадлежит, а совпадает принадлежит. Все. Да. Причем в большем, да? То есть здесь надо выбирать один из... Так, что ты опять его написал? Надо выбирать наибольшее, потому что, ну, наименьшее может не содержать. Почему? Потому что, ну, возьмите плоскость и прямую, да? У вас есть точка здесь, точка здесь. Понятно, что этот вектор не принадлежит меньшему подпространству, которое задает прямую, но принадлежит большему, которое задает плоскость. Так. Ну, и понятно, скрещиваются. Тут уж понятно, мы должны сказать, что у нас, во-первых, U1 и U2. Да, это уже вот это сюда, да? Значит, U1 пересечения с U2 дают нам нолик. У1 и U2 дают нолик. Вот. Так. И... Значит, U1 и U2 дают нолик. И что нам еще надо? У1 и U2 дают нолик. И... А, ну, естественно, P1 не пересекается с P2. Не пересекается с P2. Здесь пусто. Здесь просто пустое множество. Вот. Ну, здесь, к сожалению, я больше ничего сказать не могу. Да, то есть это уже... Ну, как бы... И на эти вопросы, да, то есть скрещивание, это если, условно говоря, они параллельные и не пересекаются. Непараллельные совпадают и не пересекаются. Все. Так. Это понятно, ребят? Раз-раз. А меня слышно? Да, слышно. Да, да. Отлично. Да, отлично. Хорошо. Ну, и идем в обобщение. Идем в обобщение. Значит, пусть у меня есть вообще теперь есть два подпространства, А1 и А2. Два подпространства афинных пространств. То есть А1 и А2 подпространства некоторого афинного пространства А. Вот. Значит, давайте... Это подпространство нашего афинного пространства А. И давайте, ну, они пускай заданы будут вот таким образом, значит, оно из них это S1, V1, G, это A1 пускай будет, значит, A2 пускай будет, S2, V2, G, вот. Так, и, значит, ну, понятно, что S1, S2 это подмножество S, G это действие, ну, то есть это способ сложения точки с вектором, и он одинаков, потому что вы в одном подпространстве сидите, в одном афинном пространстве сидите двумя подпространствами. Вот, значит, V1, V2 у нас подпространство V. Вот, тогда мы можем сказать, можем рассмотреть пространство A, я его назову пересечение, которое будет что из себя представлять? Значит, то есть я умею произвольно афинные пространства пересекать. Ребят, это не более, чем обобщение предыдущих рассмышлений на тему плоскостей, потому что любое подпространство, да, то есть мы можем. И, конечно, речь должна идти о том, что, то есть здесь вопрос в том, что, конечно, эти пересекать я могу подпространство, лежащее в одном некотором объемлющем пространстве. То есть взять произвольные два афинных и пересечь, это как-то, ну, будет непонятно. Значит, тогда это будет тройка вот такая, вот такая, ну, и же остается, да, же остается. Так, где? Значит, это пересечение афинных подпространств. Пересечение афинных подпространств. Ну, по определению это просто, значит, S-пересечение. Это будет S1 в пересечении с S2. Теоретика множественное пересечение. V-пересечение. Это будет V1 в пересечении с V2. Это пересечение из линейной алгебры, линейных подпространств, да. Ну, а же там ничего. Ну, и, собственно, к вам вопрос. Ну, на самом деле. Вы попадаете. Раз, раз. Нормально сейчас? Меня слышно? Да. Отлично. Да, вроде бы и так было нормально, да. Не, нормально, просто я могу. Я так умею. Вот. Вот. Значит, докажите, пожалуйста, самостоятельно, что вот это тоже будет афинным пространством. Афинное пространство. Ну, что вот эти ребята действуют на этих множествах. Корректно. Вот. Ну, и дальше все. Собственно, собственно, все. Собственно, все. Если говорить про какие-то соотношения, то здесь наподобие там какие-нибудь красивые виды, значит, виды там теоремы Грассмана и так далее, там есть некие соотношения на размерности афинных пространств, но, ну, то есть они там не так, чтобы, как сказать, они не очень конструктивны. То есть, ну, можно там какие-то общие рекомендации дать относительно того, как они связаны, но вот такой красоты, как теорема Грассмана, например, для линейных пространств, где просто смотришь и видишь формулу включения-исключений, да, здесь такого нет. Вот. Поэтому вот на этом про общее введение. Общее введение я бы хотел закончить. Вот. Про афинное пространство. И некоторые вещи поговорить уже из афинной геометрии, проговорить, ну, начать уже какие-то конкретные вещи из афинной геометрии рассматривать. Вот. Есть ли вопросы? Нет. Вопросов нет. Хорошо. Тогда давайте следующее. Ну, собственно, теперь переходим к тому, что к собственно содержанию лекции сегодняшней. Вот. Это так. Как мы назовем это? Да. Как назвать лекцию побольше, чтобы запомнилась? Давайте так и назовем координаты. Координаты в афинном пространстве. А, у нас там, кажется, афинное плово. Нет, все нормально. Вот тут, да. Координаты в афинном пространстве. Координаты в афинном пространстве. Координаты в афинном пространстве. Вопрос на самом деле содержательный. Относительно, вот, который мы сейчас будем обсуждать с вами. Почему? Потому что, ну, вообще линейное пространство никто из вас нигде никогда не видел. Вот. А с геометрией, да, вот как бы, вот. Кстати, вам размышляли на тему, что такое вообще афинная геометрия? Это что за фигня такая? Вот, ну, как бы, понятие вообще геометрия, да, афинная геометрия состоит, ну, как бы, вот само сочетание этих двух слов, что оно вообще значит. Ну, давайте с геометрии начнем. Понятие, то есть, геометрия – это, как бы, условно, интуитивно, там, как бы, можно, на самом деле, геометрию вводить, ну, чтобы ввести понятие, что такое слово геометрия. Это, кстати, определяемое понятие, на самом деле, что такое геометрия. Вот, там, ну, требуется, ну, где-то от часа до полутора. Вот, у нас такого времени нет, поэтому я так вот интуитивно скажу, вот, представьте себе некую сцену. Вот, там живут точки, и вы из этих точек собираете какие-то объекты. Ну, там, какие-нибудь штуки, треугольники собираете, пролилепипеды, симплексы, комплексы из симплексов собираете, там. В общем, что-то делаете с точками пространства с этого. То есть, работаете просто, вот, конкретно с точками, да, вот, соединяете, там, грубо говоря, там, шарики какими-нибудь стерженьками, да. Вот это вот геометрия. То, что вы можете себе позволить здесь, измерять ли длины, измерять ли углы, измерять ли площади, измерять ли еще что-нибудь, определяет эту геометрию. В самом простом виде, вот, афинная геометрия, она самая-самая, ну, в некотором смысле, простая. Вот. Почему? Потому что, ну, в ней практически ничего нельзя. Вот. Мы можем там только собирать вот эти симплексы и комплексы, но никакого анализа с ними практически сделать не можем. Ну, мы можем сказать, пересекаются они или нет, например, вот эту задачу мы решить можем. А ни длины, ни углы, ни площади мы измерять не умеем. В зависимости от того, что мы дальше начинаем себе позволять, принесли мы сюда линейку, да, но вроде как теперь у нас стала эвклидовая структура, эвклидовая геометрия появляется. Вот. Притащили мы, значит, камеру, объектив камеры, и пытаемся это все фотографировать и измерять, и по фотографиям там что-то восстанавливать. У нас получается проективная геометрия. Дальше завели там какую-нибудь, завели там какую-нибудь странную операцию с векторами, вида там какую-нибудь кососимметрическую. У вас получается симплектическая геометрия. Там есть еще там всякие Келлеровы, Финслеровы, чертов ступи. Там геометрии, поверьте, там нормальный уважающийся математик обязательно в честь себя какую-нибудь геометрию обязательно вводил. Кстати, бедной афинной геометрии в этом смысле досталось больше всего, потому что система аксиом афинной геометрии – это более чем достаточно. Начиная с аксиом Евклида, заканчивая Гильбертом. А я вам дал вообще эту систему аксиом этого Андреа Вейля, который жил в середине 20 века аж. То есть, да, чувствуете, так сказать, новизну. Вот, фреш, фреш. Так вот, значит, геометрия – это просто работа с точками. Работа с точками. А афинная геометрия со столицей Греции вообще никак не связана, на самом деле. Это не связано с афинами никак. Афинная геометрия – это… Хотя из греков вроде геометрия, но нет. Афинная буквально означает… Афин там тоненькие, то есть близкие, тонкие. И вот как бы… То есть, это ситуация, когда у вас есть некое пространство. И вот близкие, близкие, да. То есть, вот как бы эта ситуация, когда вы работаете с конечными… Ну, в основном работаете с конечным числом точек, с конечными объектами, да. То есть, которые находятся, вот, соединены между собой векторами. Вот. Значит, вот тот способ, который я вам сейчас продемонстрировал, работы. То есть, притащили линейное пространство. Кстати, про линейное пространство люди узнали только с векторами, стадия общаться только в конце 19 века. Вот. А геометрия появилась где-то в 3-м, в 4-м веке до нашей эры. Вот. То есть, там как-то 2,5 тысячи лет жили нормально и без этих всех линейных пространств. Вот. А я вам дал сразу, как бы, сразу говорю, смотрите, сразу можно векторизовать и вообще горе не знать. У вас все будет хорошо с вами. Да, действительно, векторизовать можно. Горе вы действительно знать не будете. Вот. Но есть один момент, который здесь, ну, с точки зрения чисто прикладной, он не очень... Кстати, вот если рассматривать, значит, трафинированную задачу, когда вы сидите за столом дома и пытаетесь решить, то векторизация... Ну, это вы просто введете... Вам, там, преподаватель сказал, там, решите задачу найти длину, там, значит, найти длину, там, не знаю, даны длины, там, сторон треугольника, найти, не знаю, там, высоту. Да, вы можете взять и, помня, какие-то там из геометрии штуки, взять и просто вычислить, там, помню, основными, там, теоремами, там, пользуясь, там, теоремами Пифагора, там, еще. То есть, такими вот соотношениями численными, да, между количественными характеристиками объекта, с которыми вы работаете, да. А с другой стороны, вы можете просто этот треугольник взять, нарисовать в системе координат в какой-нибудь. Вот так, чтобы он был, да, вот. И измерить линейкой высоту. Тоже вариант. И вот, ну, как бы, ну, как-то, ну, вполне себе разумный, но почему-то он не всегда подходит, вот. И в основном, наверное, здесь речь идет вот о чем. Не всегда удается хорошую систему координат вести. То есть, еще раз, для рафинированных задач, когда вы сидите за столом и можете нарисовать систему координат, спокойно рисовать треугольник на ней и, значит, в ней треугольник, и посчитать там все ее характеристики, никаких проблем нет. Ну, разве что там, как бы, предпочтение преподавателя вашего о том, что, вообще-то, задача должна была быть решена каким-то другим способом, да, который, вообще-то, он материалом, методом давал, а вы тут просто рисуете и измеряете линейкой. Вот. Других-то ограничений нет, на самом деле. А вот если, например, уже в полях быть, то тут проблема начинается вот с чего. Пример. Чисто житейский, астрономия. Вы на корабле находитесь, вам нужно свое положение определить. У вас есть, у вас есть море, которое плюхается, и где вы там систему координатной идете? На бумажке нарисуете? К чему вы привяжетесь? Ну, наверное, можно привязаться к звездам. Да, ну, так и делались обычно. Что-то там астролябии, секстанты там всякие и так далее. Значит, по звездочкам раз, там, пару-тройку звезд, ну, по одной звезде ничего не скажете, вы не определите, нужна пара, еще лучше тройка звезд. Вот. И, соответственно, вы взяли и по этим звездам что-то насчитали. Да, все хорошо. И, кстати, вы, находясь, вот, если вы находитесь, вы эту задачу решите сами, даже, ну, привязываясь. То есть у вас, вы можете связать с собой систему отчета некоторую. И дальше векторизация задачи. У вас есть корабль, да, вы под такими-то углами видите такие-то звезды. Вы можете определить свое положение. Вот. Другая проблема, если у вас есть второй корабль. Вот тут векторизации будет проблема. Почему? А потому что кто сказал, что ваша дурацкая система координат подходит к тому кораблю? У него будет своя. И правда ли что? Ваше вычисление, которое вы будете делать относительно там, ну, то есть, вот вы, каждый из вас, значит, один находится в одной точке, друг в другой, а вам нужно относительно какой-то третьей точки, не знаю, там, относительно там Америки или Африки или Индии, куда там раньше плавали. Вот. Вам нужно определиться. Вот. И тогда, тогда возникает проблема, как вам пересчитать из одной системы как раз в другую. То есть, парень, тебе, то есть, вы даже будете знать относительно Земли, как вам пересчитать ваш вектор, куда вы полетите, поедете, там, и так далее. И вот это задача. И вот поэтому эту задачу исходно решать удобно в постановке, удобно решать в постановке, которая возникает естественным образом. То есть, работая с точками. Векторы мы оставляем просто как удобный аналитический аппарат для того, чтобы что-то доказать. В конце концов, у нас там все доказано. Но сейчас как раз хочется, вот мы сейчас выйдем в поле и посмотрим, какие задачки там возникают. Вот. Я единственное, что, наверное, сейчас хотел бы предложить сделать стандартную фишечку, закончить чуть пораньше, чтобы начать чуть пораньше. Давайте в 12 сейчас остановимся, вот. А где-то в час, в 13-15 начнем. Хорошо? Сейчас просто естественно довольно остановиться, чтобы потом лекцию не прерывать. Хорошо. Окей. Ну, тогда сейчас 20 минут отдыхаем. Ну, и в 12 где-то 12. Давайте в 15 начнем. Все. Так, поставьте на паузу запись. Там, кажется, кто-то запись ставил. Ну, давайте продолжим. Так, меня слышно? Да, слышно. Отлично. Так. Продолжаем. Значит, как я уже говорил, то есть такая у меня последняя часть была. Последняя часть твоей лекции была такой, скорее, мотивационной. Вот. Давайте теперь, собственно, о чем пойдет речь. Пусть у меня есть афинное пространство. Пусть у меня есть афинное пространство. Значит, S, V, G. Значит, афинное пространство. И давайте еще раз это пространство точек. То есть это множество точек с каким-то действием. И это действие группы векторов на этом множестве. Вот. Значит, определение. Определение. Значит, системой координат в афинном пространстве A от V называется пара. Называется пара, которая выглядит следующим образом. Значит, эта пара состоит из точки O некоторой и набора векторов E, G, G от 1 до N, которые образуют базис в пространстве V от K. Значит, где O принадлежит S, а сумма по всем G, в смысле не сумма, а G от 1 до N – это базис. Базис линейного пространства V. Базис V от K. Так. Хорошо. Значит, ну, вообще, это система координат или по-другому эта штука называется координатный рэпер. Координатный рэпер. Координатный рэпер. То есть вот эта штука называется координатным рэпером. Ну и в чем она заключается? Мы берем точку, да. С этой точкой увязываем систему координат какую-то, да. Систему координат. И в этой системе координат работаем. То есть, собственно, та система координат, с которой вы привыкли работать в школе, это афинная система координат. То есть или там физики говорят, что для того, чтобы задать систему координат, уже точка отсчета у оси. Ну вот, собственно, оно здесь и есть. Теперь как это работает? То есть как получить координаты произвольной точки? Координаты точки P, принадлежащие вот этому нашему A от V. То есть как их получить? Делается следующим образом это. Мы берем нашу точку P, ставим ей в соответствие радиус-вектор R, который есть не что иное, как просто OP. То есть мы векторизуем. Мы векторизуем нашу пространство относительно точки O. Векторизуем. Ну а дальше просто следующий этап. Раскладываем вектор OP по векторам базиса. Ну а он должен раскладываться, потому что это базис пространства V отказ. Соответственно, раскладываться он должен. Ну вот, получается вот такая вот конструкция. Вот. И мы называем вот эту штуку, вот эти штуки, мы называем координатами точки P. Координаты точки P. Точки P. Так, хорошо. То есть у нас P будет иметь набор координат. Кси 1, кси 2, кси n. Где эти кси 1, кси 2, кси n – это не что иное, как координаты радиуса вектора точки P относительно точки O. Координаты, координаты, то есть это радиуса вектора точки P относительно точки O. Относительно точки O. Ну или это, собственно, координаты самой точки мы это называем. Хорошо. Ну и теперь для того, чтобы… Ну, в афинном пространстве у нас, в конце концов, живут не только точки. Ну, в смысле, в афинном пространстве мы работаем не только с точками, но еще и с векторами. Поэтому следующий вопрос, который возникает, это найти координаты векторов. То есть, как получить координаты векторов? Ну, здесь тоже довольно просто. Пусть у меня есть теперь координаты точки P, какой-нибудь там кси 1. Кси n. И точка Q есть с координатами это n. То есть, вот две точки. Ну, и пусть у меня есть… Рассматриваем ситуацию, когда Q есть P плюс PQ. Ну, соответственно, если я это все буду викторизовать, у меня получается векторизация. Значит, после векторизации у меня получается OQ. OQ есть OP плюс PQ. Значит, для этого парня мы знаем, да? Для этого парня знаем, нам нужно получить для PQ. Ну, получаем. Значит, PQ – это OQ минус OP. PQ. Ну, или это то же самое. Сумма по всем g от 1 до n – это g на e, g минус сумма по всем g от 1 до n – кси g, e, g. Ну, преобразование дают следующее. Единица до n – это g минус кси g на e, g. Это как раз наше любимое. То есть координаты вектора, соединяющего две точки, то есть координаты жителя векторного пространства V определяются как разность координат на конечной начальной точке. Ну, в общем-то, ничего нового вам не сказал, просто подвел к этой идее. Да, значит, вот это у нас, получается, координаты. Это координаты вектора PQ. Координаты вектора PQ. Так. Замечательно. Замечательно. Здесь понятно, ребят? Да, понятно. Едем дальше. Ну, как я уже сказал, вот эта ситуация, которая у нас сейчас… Ну, то есть вот эта ситуация с координатами, она не очень удобная, потому что найдите еще эту точку ООО, вот. А еще большая проблема будет, если у вас там… Если эти точки… Если вам понадобится поменять точку, вот. И не то, чтобы это какие-то там сложные вещи, но хотелось бы показать, каким образом можно работать с точками. Значит, следующее… Работать с точками. Значит, пункт 2 – это барицентрическая комбинация точек. Барицентрическая комбинация точек. Что такое барицентрическая комбинация точек? Пусть у меня есть набор точек. P, G. P, давайте. P, пускай для базиса будет. Значит, I. I от 0 до какого-то M. Набор точек. Набор точек. Определение. Значит, барицентрической комбинации… Барицентрической комбинации… Барицентрической комбинации точек P, I от 0 до M. Называется выражение… Ну, понятно, в А от В. Называется выражение… Ну, или объект. Давайте объект. Следующего вида. Сумма по всем I от 0 до M. Ну, давайте возьмем какую-нибудь лямбда и пи. лямбда и пи. Где сумма по всем I от 0 до M лямбда и равно единице. Вот это важно. Ну, и… Ну, лямбда… Давайте лямбда использовать. Значит, вот такая штука. То есть, вообще говоря, странная вещь, согласитесь. Потому что мы берем точки и их складываем. То есть, это такая формальная сумма. Формальная сумма взяли, сложили. Лямбда и это не должно быть больше нуля? Нет, вообще любая. Не обязательно? Нет. Лямбда и это из поля просто. И все. Больше мы ничего отсюда… Больше мы ничего не требуем. То есть, это вот вообще произвольная штука. Значит, так. Вот что это такое? Но как это… Значит, давайте… Как это можно объяснить? Вообще, что это, да? Что это? Что это? Почему возникает вопрос? Ну, как бы, действительно, что это за фигня такая, которая в результате сложения точек получается, что это такое, с какими-то взвешенными коэффициентами. Ну, давайте… Ну, ответ может дать частичный ответ на этот вопрос. Дает векторизация. Значит, векторизация дает следующее. Векторизация дает нам следующее. Ну, мы берем относительно точки О, конечно, все это и смотрим. Значит, I от 0 до M, лямбда I на O, P, I. Но это уже более понятная вещь. Это просто некоторая линейная комбинация векторов, которая из себя представляет некоторый вектор. Да? И которая из себя представляет некоторый вектор V, который вполне можно там обозначить за какую-то… Ну, так как у меня откладывается, значит, берется несколько точек, этот вектор V, значит, я его могу вполне считать, что это некоторый вектор О, Q. Ну, чего бы нет. Комбинация векторов из О, P, из точки О, торчащих, будет снова вектором из точки О, торчащим. Ну, просто потому что… Как бы у нас там линейное пространство. Так. Хорошо. Тогда отсюда возникает вопрос. Правда ли, что можно сделать вывод, правда ли, что можно сделать вывод, что сумма по всем I от 0 до M, лямбда I, VI – это вот та самая ровная точка Q, которую мы здесь получили. То есть верно ли, что это правда? Ну, вообще говоря, нет. Вообще говоря, нет. Вообще говоря, нет. Нет. Ну, и прежде чем дать ответ, дать полный ответ на наш вопрос, то есть давайте просто посмотрим за вот какой… за примером. Пример барецентрической комбинации. Посмотрим. А потом разгребем вот этот ответ. То есть что мы сейчас… Что здесь мне не хватает? Я, во-первых, суть проблемы потом обрисую. Но до этого я бы хотел, чтобы мы пощупали, что такое барецентрическая комбинация точек. Значит, давайте пример возьмем такой. Вот, скажем, возьмем точки P и Q и рассмотрим барецентрическую комбинацию. Лямбда P плюс мю Q. Вот комбинация двух точек. Барецентрическая комбинация двух точек. Раз и два. Значит, как я могу к ней подойти? Ну, это… Значит, да, точка P, точка Q. Вот. Значит, как я могу к ней подойти? Ну, давайте возьмем… Значит, что тут можно сделать с этим? Давайте возьмем… Векторизуемся. Векторизуемся. И причем я в качестве… Чтобы мне было здесь повеселее жить, я в качестве O возьму точку P. То есть O у меня будет совпадать с P. То есть я векторизуюсь относительно точки P. Вот. У меня получится, что, значит, вот эта штука, да, у меня получится некоторый вектор V, который я назову вектором, там, OQ. Ой, O, R пускай будет. P, Q, R, да? O, R. Это у меня будет просто мю… Ну, ноль, да? Ну, то есть лямбда на P, P. Ой, то, извините, P, R, конечно. P, R. Вот. P, R – это лямбда P, P плюс мю P, Q. Так. Но P, P – это как-то ноль. Да? Поэтому получается мю на P на Q. Мю на P на Q. Ну, понятно. То есть P, R. Значит, вот если P, Q – это вектор вот этот, да, вот он, то P, R – это вектор, который умножается на мю, да, при условии, что лямбда плюс мю равно единице, да. То есть здесь надо подписать, что лямбда плюс мю равно единице. Вот. Так. Значит, ну, то есть мне нужно взять коэффициент, при Q, умножить на мю, в смысле коэффициент, так, взять вектор P, умножить его на мю, ну, и в зависимости от того, какой у нас на мю, получить какую-то точку. Ну, например, R сюда получу. Значит, вот это у меня P, R получается. Вот такой вот вектор, да, ну, и сама точка R. Вот. То есть таким образом получается, что… Ну, и какой бы я мю ни взял, здесь положительное, отрицательное, большое, маленькое, я всегда буду попадать на вот эту прямую. То есть у меня точка, значит, результат барецентрической комбинации будет совпадать с точкой, которая лежит на прямой, на этой. Другую прямую я не получу никогда. Да. Вот. Хорошо. Значит, и так. Ну, вроде как с этой точки зрения, да, у нас все хорошо. То есть мы нашли способ. Мы нашли, значит, как бы смысл того, что написали. Вот. Но, к сожалению, тут есть такой вопрос, который… Теперь, собственно, давайте ответим на вопрос вообще вот на этот, да, то есть почему, вообще говоря, может быть и нет. Смотрите, дело в том, что я сейчас выбрал какую-то конкретную точку P. Выбрал какую-то конкретную точку P. И, извините, конкретную точку O, относительно которой происходит векторизация. И получил некоторую точку Q. Вопрос такой, а если я возьму какую-нибудь другую точку, O' например, ну, отлично от O, у меня получится точка Q? Верно ли, что у меня барецентрическая комбинация относительно любой точки даст один и тот же результат? То есть сложение векторов даст один и тот же результат. Ну, пример можно получить уже здесь. Контр-пример отсюда уже, да. Возьмите P, возьмите Q. Возьмите Q, соедините их, да. Ну, я соединяю уже просто, да. Значит, берем произвольную точку. Вот у вас P, OP. OP. Это OQ. Это OQ, да. И, значит, говорим, что OP на OQ. Это O, да. На OQ. Вот. Ну, тут какая-то линейная комбинация. Ну, а с чего вдруг она попадет? Вот здесь уже не сильно очевидно, что она попадет на... Она попадет туда, куда нужно. Из чего мы взяли? Она попадет в середину. Это напрямую соединяющие эти точки. Из чего вдруг? Ну, давайте это попробуем, с этим попробуем разобраться. Значит, и так. Лемма такая. Лемма. Лемма. Барицентрическая комбинация точек определена корректно. Барицентрическая. Барицентрическая комбинация точек P. Определена корректно. В том смысле, что какую бы я точку ни взял, P, O, какой-нибудь O' – неважно, у нас будет... У нас результат у нас будет всегда одной и той же точкой. Результат будет всегда одной и той же точкой. Ну, давайте это попробуем доказать. Значит, пусть у меня... Что для этого нужно? Нужно показать, что с точкой Q наша барицентрическая комбинация совпадет в любом случае. Значит, поэтому возьмем некоторую точку O' принадлежащую A и рассмотрим векторизацию относительно этой точки. Значит, рассмотрим векторизацию O' – Q. Значит, ну, это что такое будет? Это... Вернемся. Это будет O' – O. Да? Рисунок. Значит, Q, О, O'. Значит, O' – Q. О штрих О и О штрих О. Ну, понятно. Тут как бы все понятно. Плюс ОК. Плюс ОК. Так. Теперь берем… О штрих О никуда не девается. Она есть. Вот этот вектор у нас есть. А вот этот вектор, ну, ОК-то мы помним, он через барицентрическую комбинацию выражается. То есть мы получаем сумму по всем. И от 0 до М. Лямбда И. О, П, И. Так. Хорошо. Теперь… О штрих О плюс лямбда И. О, П, И. Теперь. Вот следующий момент. Он критичный. Критически важный. Смотрите. Мне нужно вот эту штуку занести. Так, это рожица получилось. Вот эту штуку занести вот сюда. Я замечу, что это можно сделать только в том случае, когда выполняется условие вот это. Почему? Ну, потому что я всегда могу написать… Вот сюда подставить лямбда И. И от 0 до М. О штрих О. Всегда. Ну, потому что это единичка. Здесь я единицу прорисовать могу. Никаких проблем, да? Плюс сумма по всем И. От 0 до М. Лямбда И. О, П, И. Так, ну, а теперь выносим… Теперь выносим лямбда И за скобку. Да, все под одну сумму пишем. И от 0 до М. Лямбда И. Здесь будет О штрих О. Плюс О, П, И. Ну, а это уже… С этим уже, так как говорится, приятно работать. Получаем то, что нужно. Да, то есть получаем И от 0 до М. Лямбда И. О штрих П, И. И мы видим, что наша барецентрическая комбинация задает ровно… То есть наша барецентрическая комбинация задает ровно ту же самую точку, только уже относительно точки О штрих. Понятно? Ребят? Да, понятно. Понятно. Отлично. Хорошо. Ну, тогда давайте вот такую штуку попробуем доказать еще. Значит… А, не доказать, а пример еще один. Просто скорее для общего. Да, то есть вот, скажем, возьмем пример такой. Значит, рассмотрим единицу на n. Сумма по всем, значит, по всем и от 0 до n-1. Ну, там, давайте m все-таки на m до m-1, pi. Вот. Вот такая штука называется центром тяжести системы точек. Центр тяжести системы точек. Центр тяжести системы точек. Ну, попробуйте подумать над следующей задачей. У вас есть три точки. У вас есть три точки. Раз, два, три. p, q и r. Ну, и попробуйте понять, куда смотрит, допустим, центр тяжести и вообще произвольная барицентрическая комбинация этой системы. То есть, когда лямбда p плюс мю на q плюс лямбда мю и ню r. Значит, лямбда плюс мю плюс ню равно единице. Хорошо. Идет. Так. Так, ребят, сейчас вопросы есть? А какая все-таки проблема была с этой комбинацией? Нет, никакой проблемы не было. Нужно просто описать... В смысле, вот с этой комбинацией? Нет, никакой не было. Просто, я говорю, что это название, да, и попробуйте получить... Вот у вас есть произвольные три точки. Попробуйте получить центр тяжести этой системы из трех точек, где она находится. Как раньше был вопрос, работает ли оперативная комбинация точек, и вы ответили, что нет. Нет, она работает, да. Я ответил, что да, работает, если сумма лямбда равна единице. Тогда работает. Все хорошо. Все хорошо. Так, хорошо. Теперь... Так, поехали дальше. Надо... Следующую штуку давайте попробуем. Значит, сформулируем... Так, значит, вот барецентрическую комбинацию дали. Теперь следующий пункт. Следующий пункт. Сейчас как у нас какой-то подсчет будет. Пункт 3, да? Пункт 3. Афинная независимость. Афинная независимость. Так, сейчас одну минутку. Буквально. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, продолжаем. Значит, афинная независимость. Значит, полный аналог, ну, до известной степени, полный аналог понятия линейной независимости. То есть, когда... То есть, у нас в линейном пространстве, да, есть понятие линейной независимости векторов, линейная зависимость, независимость, которая нас приводит к, собственно, к задаче о том, когда вектор может быть разложен в линейную комбинацию векторов. И на самом деле еще с другой стороной этой же задачи является следующее. А когда разложение данного вектора по системе векторов является минимальным в том смысле, что оттуда не выкинуть другие векторы, чтобы у вас все еще разложение сохранилось. То есть минимальность разложения. И вот здесь мы как раз и поговорим сейчас об этом аналоге афинной зависимости и независимости. В смысле, линейной зависимости. Мы сейчас поговорим о аналоге линейной независимости. Это афинная независимость. Система точек P и T и от 0 до M называется афинно-независимой. Афинно-независимой. Если никакая из этих точек не представляется в виде линейной комбинации, в виде барецентрической комбинации остальных. В виде барецентрической комбинации остальных. Продолжение следует... в виде барийцентрической комбинации остальных. То есть, иными словами, мы не можем найти такие лямбды, которые вам дадут выражение одной точки через все остальные. Но примером служит такой сразу пример. Если вы возьмете две точки, например, по ику, по ику, и мы решили, что барийцентрическая комбинация таких точек всегда лежит на прямой, проходящей через эти точки. Соответственно, если вы сейчас возьмете какую-то точку r, которая не лежит на этой прямой, то, очевидно, эта система p, q и r будет афинонезависимой. На другой стороны, если мы теперь положим, что у вас некоторая точка, r' лежит посередине, тогда у нас будет афинонезависимая система. То есть, p, q, r' афинонезависимая, а p, q, r афинонезависимая. Вот. Окей. Давайте докажем следующую лему. Докажем следующую лему. Такую. Значит, система точек p0, p, i, и от 0 до m является афинонезависимой тогда и только тогда, когда система векторов p0, p, i, и уже будет бегать от 1 до m, а является целинейнонезависимой. Вот так. Ну, то есть, как я и обещал, аппарат аналитической… аппарат аналитической… аналитический аппарат теории векторных пространств мы будем использовать, но мы будем стараться стряхивать его, когда речь пойдет о каких-то комбинациях… ну, то есть о каких-то точках там и так далее. То есть, когда речь пойдет о… когда речь идет о работе с точками. Давайте так. Вот. Так. Давайте докажем. Ну, что нам нужно? Давайте… Какую сторону доказывать? Давайте докажем вот туда. Значит, докажем вот в обратную сторону сначала. То есть, мы говорим, что… Значит, из того, что вот эта линия независимая, будет следовать, что это афина независимая. Ну, давайте в обратную сторону… Давайте от обратного докажем. От обратного. Давайте сформулируем отрицание. Значит, пускай она афинозависимая. Пусть ПИ… И от нуля до М – афинозависимая. Афинозависимая система. Тогда… 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 Должна выражаться через все остальные. Пусть это будет П0. Не умаляю общности. Тогда… Значит, существует… Тогда… Существует такой набор лямбдаитых. И от единицы до Н. Что… Значит, П нулевое. Есть сумма по всем И от единицы до М. До М. Лямбда И ПИ. Так. Ну, а дальше очень просто. Давайте викторизуем теперь относительно точки П0. Относительно точки П с нольком. А, тогда… Тогда у нас получается… П0, П0. П0, П0. Но это ноль. Равно сумма по всем И от единицы до Н. Лямбда И П0 ПИ. Заметьте, сумма по всем лямбда И от единицы до М. До М. Равна единице. Поэтому… А ненулевые там есть. Ненулевые там обязательно есть. Соответственно, мы имеем линейную комбинацию векторов. Линейную комбинацию векторов, которые равны… Линейную комбинацию, которая равна нулю. При нетривиальных коэффициентах. Ну, так это значит, что они линейно зависимы. То есть отсюда следует, что П0 ПИ и от нуля до М линейно зависимы. Ну, что приводит к противоречию. Так, хорошо. В другую сторону. В другую сторону. Значит, итак. Теперь мы исходим из того, что… Значит, из чего мы исходим. А, ну, здесь тоже можно, в принципе, от обратного, да, наверное. Значит, пусть у меня и система будет афинно… То есть у нас система афинно зависима, и, значит, должен быть линейно зависимый набор. Пусть набор линейно зависим. Значит, пусть набор П0 ПИ. П0 ПИ и от нуля до… От единицы, извините. От единицы до М линейно зависим. Ну, тогда существуют… Тогда существуют такие… Ну, пускай будут лямбдаиты, да, что сумма по всем И от нуля… От одного до М. ЛямбдаИ П0 ПИ равен… Значит, лямбдаИ П0 ПИ должен быть равен… Ну, так, нулю, да, нулю. Ну, все. Но, как бы, я теперь могу что сделать? Ну, я могу как бы… Что мы делаем дальше, да? Ну, во-первых, я всегда могу 0 представить как П0 П0, например. Как П0 П0. Вот. Отсюда у меня получается сразу… Отсюда сразу получается, что… Так, сейчас, сейчас, сейчас сообразим. П0 П0. Я вот сюда еще поставлю умножить на некоторую лямбда 0. Ну, я здесь на 0 могу умножать совершенно любое число, да, то есть как бы… В смысле, 0 на 0 как… То есть нулевой вектор на произвольное число, снова нулевой вектор, да. Так. И что тогда? Значит, что мне сейчас нужно? Минуту. Ну, мне нужно показать, что… Сейчас сообразим. Вот у нас мы можем векторизовывать, а мы можем сделать какой-то обратный процесс. Да, конечно, конечно, да. Я как раз это и хочу сейчас сделать. Мне только нужно… То есть я теперь могу получить, что у меня… Сейчас. Сейчас мне нужно хорошо так удобно перекинуть, да, чтобы… Чтобы получилось… Сейчас. Сейчас. Сейчас я буду... Вот. Продолжение следует... Так, получили по ноль. Значит, линейно-зависимо. Значит, мы получили вот это. Теперь мы скажем, что пусть... А, нет, ну все. Все, да, 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 да. Ну, на ноль теперь. На лямбда ноль. Теперь лямбда ноль подбираем. Лямбда ноль подбираем таким образом, чтобы сумма... Все, значит, теперь берем, значит, отсюда. Ну, у нас точку Q мы получали как раз из того, что... То есть точку Q, помните, результат барицентрической комбинации, мы определяли как... Значит, барицентрическую комбинацию... В смысле, у нас было OQ равно сумма OPI, да, и мы переходили от OP к OPI к PIQ. Вот здесь то же самое, да. Значит, соответственно, мы получаем сумму по всем I от 1 до M. Лямбда I PI равно P0 на лямбда ноль. Ну, а теперь, чтобы лямбда ноль выберить таким образом, чтобы сумма... Чтобы единица на лямбда с ноликом I от 1 до M была равна... Лямбда I была равна единице, ну и все. То есть лямбда ноль такая, что... Да, нормирует единицу. Вот, на единицу все. И тогда получаем, что, значит, P с ноликом у нас является результатом барицентрической комбинации, А значит, система не является афинно-независимой, да. То есть система является P, I, I от 0 до M афинно-зависимая, что является противоречием. Какова гарантия того, что мы можем подобрать лямбду нулевой таким образом, чтобы оно не было равным нулю? Ну, в смысле, вы имеете в виду... Смотрите, здесь действительно есть такой момент, значит, когда? Значит, у вас может возникнуть ситуация, что вот эта штука может быть равна нулю, правильно? Ну, лямбда I при этом совсем не равна нулю, но в целом сумма может быть равна нулю. Ну, тогда просто вы возьмите... Да, и тогда как бы нормироваться на единицу, как тяжело. Тогда просто берите что-то другое. Ну, то есть вы берете... Покажите, кстати, да, хорошая задачка. Покажите, что если вы теперь... В конспекте где-то есть, можете посмотреть, но я за это... Приятно, что вы увидели. И, значит, попробуйте подумать, что если у вас, допустим, сумма по всем лямбда от единицы до m оказывается равной нулю, показать, что всегда можно перенумеровать наши лямбда. То есть взять не лямбда с ноликом, а какой-нибудь лямбда 1, и все будет хорошо. То есть это всегда работает. Так, окей. Ну, там просто будет единица минус возникнет, и все. Так, хорошо. Значит, таким образом вот у нас афинонезависимость возникла. То есть афинонезависимая система – это система точек, в которой у нас нет... В котором нет точек, которые бы выражались друг через друга. Ну, и теперь следующий пункт четвертый – барецентрические координаты. Барецентрические координаты. Значит, ну, идея простая. Значит, если у нас точки теорема, пусть размерность нашего афинного пространства V равна n. Ну, по понятной причине система P и от 0 до n будет максимальной системой афинонезависимых точек. Но просто рассеразмерность n, тогда любая... Если у вас n плюс 2 будет афинонезависимых точек, значит, у вас есть n плюс 1 линейно-независимый вектор. И этого быть не может. Поэтому, значит, P и афинонезависимая система точек. Независимая система точек. Система точек. Тогда, значит, I, P, афинонезависимая... Тогда, тогда любая точка Q может быть представлена единственным образом... Единственным образом... ...барицентрической комбинации точек из системы P. Ну, давайте так. Единственным образом Q есть сумма по всем I от 0 до n лямбда I, P, I. То есть полный аналог базиса. Но давайте сюда уже напишем ксишку, действительно, кси и, что это будут у нас координаты. Значит, I от 0 до n кси и равно 1. Так, ну, здесь все достаточно просто, тривиально. Значит, давайте что сделаем? Возьмем и векторизуемся. Векторизуемся относительно какой-нибудь точки. Значит, рассмотрим векторизацию. Ну, просто векторизация. Векторизация относительно точки P0. Относительно точки P0. Значит, ну, это будет P с ноликом Q равно сумма по всем I от 1 до n уже, да, кси и P с ноликом P, I. Вот, разложили. Так, но P0, P, I – линейно-независимая. Но P0, P, I – это от 1 до n линейно-независимая система и поэтому является базисом, базис ВК. Базис ВК. Ну, а разложение по базису единственно, да? Разложение по базису единственно. И отсюда делаем следующий красивый вывод. Координат, что, значит, существует для каждой точки Q, существует единственный набор координат вот таких, да? Вот. Теперь, как… Ну, то есть, все, нашли, да? То есть, с Q сопоставили… Ну, то есть, P0, Q. Таким образом, P0, Q имеет координаты. Кси 1, кси n. Ну, казалось бы, почти все, осталось только понять, а у Q-то какие координаты? Какие координаты у Q? Какие координаты у Q? Какие координаты имеет Q? Вот. Но здесь, оказывается, так. Смотрите, нам же нужна барецентрическая комбинация. Здесь, ребят, вот эти штуки, они совсем не обязаны быть равным единице. То есть, не обязательно равно единице. Вообще никто не сказал. Вообще никто не сказал, что обязан быть равным единице. Поэтому из этих соображений мы и вытащим кси 0. То есть, тогда точка Q будет иметь координаты такие. Значит, кси 0, кси 1, кси 2, кси n. Кси 0, кси 1, кси 2, кси n. Где кси 0? Кси 0 – это единица минус кси 1, минус кси 2, минус и так далее. Минус кси n. То есть, это как бы кси 0 нам демпфирует то, что мы вообще не в единице. Все? Все. Так. Как мы с вами хорошо справились и быстро. Значит, ну, осталось, наверное, основное определение. Вот. И, наверное, сегодня мы с вами закончим. Значит, определение такое. Значит, определение такое. Значит, координаты. Совокупность чисел. Совокупность чисел. Кси 0, кси 1, кси n. Называется... Называется... Борицентрическими координатами. Борицентрическими... Координатами... Координатами... Точки... Ку... В системе точек... Пи и от 0 до n. И от 0 до n. Так. Ну, есть ли вопросы, ребят? Все ли понятно? Вроде да. Вроде как пока что да. Хорошо. Так. Ну, на сегодня тогда, я думаю, закончим. Что-то у меня уже и горло село. Вот. В следующий раз, я думаю, уже встретимся с вами лично. Вот. Ну, а сейчас пока все. Я это отправлю. У вас... Лекция на следующей неделе будет, да? Да, конечно. Будет. Очная? Да. Я постараюсь очно сделать, провести, да. А на последующей неделе будет? А последующей... Следующая неделя это 28-ое. Слушайте, ну, надо смотреть там уже. Там... Вообще, надо посмотреть, что мы успеваем. Надо... У нас осталось с вами афинное... Афинное преобразование. Там две лекции. Может быть, и уже и не будет. Так, ну все. Тогда всем спасибо. Значит, текст я сейчас выложу. А записи у вас где-то у кого-то из ребят. У тебя есть вот на просе. Афинное преобразование. У меня в книге. В них в 12 на берете. Афинное преобразование. Афинное преобразование. И то есть ещё не сам двигательный...